добрый день дорогие друзья сейчас у нас будет прямой эфир с палом зарифулиным создателем наверное и так скажем вождем движения новые скифы я в качестве древнего скифа представители точнее древних скифов буду общаться с павлом который у нас представляет новых скифов кто такие эти новые скифы как они видят будущее нашего государства он наверное сейчас нам и расскажет сегодня он выбрал тему такую специфическую экономика новая сейчас посмотрим послушаем точнее добавим по привет алан да добрый день дорогие друзья да павел если можно в двух словах расскажи кто такие новые скифы про ваше движение буквально пару слов потому что мы переместились в другую социальную сеть да 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 тут не все знают о нас в инстаграме все уже в курсе кто такие новые скифы но новые скифы это общественное движение культурологическое оно существует где-то скоро будет уже лет десять лет восемь ну вот если точно говорить об этом в россии в разных странах снг ну и во многих странах мира от афганистана до швеции есть какие-то ячейки это люди которые смотрят свежими глазами на мир постоянно делают разные предложения в разных областях жизни там научной культурной философской длительные годы наше предложение воспринимались крайне негативно либо вообще не воспринимались но сейчас когда все рушится на наших глазах привычные веки этого мира то все что предлагали новые скифы оказывается очень актуальным интересным перспективным но почему скифы потому что мы это считаем что это велико объединительная идея со скифов началась история нашей цивилизации можно ее назвать евразийской российской татаро-монгольской какой угодно но старт ее начался со скифов скифы были таким мостом между эпохой бронзового века блистательной эпохой колесниц бронзовых мечей курганов и вот нашим временем таким своеобразным которое наше то время можно назвать его севым как его называл философ ясперс которое началось с иудейских мудрецов с эллинских мудрецов с китайских мудрецов и вот мы живем идеями этих мудрецов но по некоторым сведениям жить уже прекратили по этим лекалам потому что они видимо не работают а вот через скифов поскольку они были такие пограничники вообще люди интересные безусловно они все делали из золота людям это страшно нравится до сих пор когда золото делать вот через них била такая очень интересная вот то что называется энергия или философской энергии с той стороны они одной ногой были в бронзовом веке еще потому что вся их философия это конечно философии бронзового века звериный стиль их боги такой скрытый матриархат почитание женщины вот этой тамирис табите с другой стороны они жили так долго что они попали вот в наши сего века и даже успел апостол андреевич и тично крестить вроде бы в крыму поэтому этот народ этот как народ компас для нас то есть с одной стороны это такая продолжение евразийской идеи что условно говоря все считают на нашем постсоветском пространстве что они к скифом имеет отношение и русские славяне и кавказцы и тюрки и монголы и без огромное количество народов вот я считал просто от японцев и афганцев пуштунов до и белуджи и там пакистане да да там шведов шотландцев которые скоты там или есть идея что саксы тоже это скифское племя или якуты которые это настолько легендарный такой яркий пассионарный народ через который к тому же било вот просто вот это иное что он как бы все хотят быть на него похожими до сих пор и на утверждают свое похоже через генетику другие через язык как братья осетины или братья помирцы например на таджикистане на помире общим как у графины например мир через звериный стиль свой который они позаимствовали у скифов то есть народ такой волшебный народ как волшебный клубок который кидаешь как русские сказки приходишь в это тридевятый царство но скифы нас приведут еще и в бронзовый век который по некоторым сведениям не был отменен вот этим осевым временем он все больше и больше проступает к нам сейчас через вот новое время вот это вкратце кто такие скифы а еще добавлю что скифы в русской культуре они приходят такие крайне сложные времена во времена удивительные яркие революционные то есть впервые о скифах заговорили в 1912 году при наполеоне когда он увидел что люди взяли ушли сожгли свой город свою столицу он закричал это скифы скифы а русским так понравилось и французам понравилось что денис давыдов стал себя называть скифом и потом это попал в русскую культуру потом скифы появились 1917 году когда вообще задрожала задрожала вся земля русской там полезли такие сущности древние там через нее что там только держись и вот группа русских литераторов близких партии левых эсеров эсеров потом левых эсеров русских народников блок белый брюсов есенина они заявили что они скифы это второй момент очень интересный появились появился вот этот уникальный стиль великолепный на тачанка скифа на тачанка в скифской шапке откуда эти люди взялись тоже тоже непонятно как будто они из каких-то ангаров вышли каких-то из пещер из курганов потом исчезли ну и поскольку скифы неожиданно появились 21 веке вот я имею отношение к созданию этого движения и тоже деятели культуры очень важно что деятели культуры и писатели и философы и художники музыканты к этому делу присоединились в разных странах то можно говорить что это с одной стороны культурологическое движение другой стороны конечно же эпохальное скифы приходит когда все нагрето когда все трясется когда вот россия переходит в плазменное состояние она настолько разогревается что становится видно вот этих сущностей с той стороны вот этих самых скифов и тогда радостный приход мы мы их приветствуем этих персонажей и они нам несут в том числе но как такие духи предки тотемные наши предки они нас всегда поддерживают россию всегда поддерживают сложные этапы переносит ее через бездну подсказывают дают мудрые советы как жить и что делать потом исчезает вот как как и положено тотемным предкам вот сейчас они с нами и поэтому движение новой скифы начинает расцветать просто в разных странах снг в белоруссии новороссии сейчас скифы появились какие-то нелегалы и на украине тоже центральной азии скифские наши организации в таджикистане в афганистане так что я вот оптимист с точки зрения развития скифства но с точки зрения их активного сюда проявления это конечно знак о том что россия находится на самом каком переломном этапе своего развития как старый скиф теперь вот подержи подержим мой энтузиазм скифский не как старая как древний как древний развивается циклично и по всей видимости некий цикл завершается такой длинный дайте длинные циклы двухтысячелетний и наверно трехтысячелетний я бы даже сказал потому что разные есть там версии две с половиной тысячи кто как считает да 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 но всего и время вот всего и время когда вот соломон с одной стороны с другой стороны там платон вот они какие-то вещи произнесли с третьей стороны конфуций и мы получили ту цивилизацию которую мы знаем и она худо-бедно существовала такая антропоцентричная цивилизация я бы сказал потому что она провозгласила что человек бог и появились такие религии христианство буддизм или например исмаилизм вот я знаком немного с агаханом вот он человек бог живет на сардинии и но это бог мужчина который вот бог субъект человек субъект человек субъект бог и вот на этой идее оригинальной революционный этого железного века ну человечество очень как бы развилась двинулась куда-то дальше освоила планету но уперлась видимо в тупик потому что человек сам по себе уже не работает не существует как концепт как в какой-то момент он просто мы достигли своего потолка своего человеческого до антропоцентричность как ты считаешь это новое время ты про которое очень часто говоришь это переход откуда куда вот что это будет за новое время хотя бы можешь как-то мазками так обозначить потому что сейчас люди называют кризис а я всем советую прекрасную фразу алексея толстого из хождения по мукам муках рождался новый мир вот мы сейчас присутствуем как рождается да вот это присутствие при рождении мы стали как бы участниками наверное этого процесса все вольно-невольно да родившись в это время но вот что это за новый мир то есть тогда примерно хотя бы представляли было описание не когда коммунистическое будущее еще какое-то то есть видно было там технологические уклады менялись много что в мире менялась это сопровождали войны революции эпидемии в том числе да испанская там прочь там из топом то есть смена эпох была по большому счету и вот не помню от школе нам учитель истории рассказывал нас хороший учитель истории был и картину такую показывал когда матрос железняк разгоняет временное правительство и он вам объяснял туалет в чем были заключается смысл этой картины вот сидят говорит люди за столом они вот такие во фраках когда в этих красивых костюмах ну не знаю сюртуках там галстуки куда бабочка там еще что-то такие полные с бородами с бакенбардами и вот стоят эти матросы и во главе как у матрос железняк на главном плане там кожаные куртки уже такой он даже антропоморф на другой он такой спортивный поджар и там с маузом то есть он говорит понимаете вот этой картине художник хотел показать осложнился век 19-20 то есть за столом сидят 19 века а ворвался к ним 20 век порвался вот сейчас дорогие друзья мы переживаем такой же переломный момент некоторые ученые говорят что это будет более сложный перелом то есть когда там переход от неандертальца кромеольцам то есть такое уже человек другой тип будет да потому что полулюди полуроботы полукиборги все эти чипы это все-таки другой уже антропологический вид постепенно будет формироваться и вот сейчас стык и на самом деле мы на развилке очень часто обсуждались и поэтому наверное вот как ты на это смотришь мне интересно я могу тебе сказать что конечно же эта развилка но она не такая как во времена там чумы или там испанки до или семнадцатого года она гораздо более весомая более страшная потому что ну может быть семнадцатом в семнадцатом году было как бы это сказать предподготовка что ли могло и в семнадцатом году реализоваться но срок не настал да видимо тогда и пришлось еще сто лет человечеству щихлебать в осевом времени в железном веке да при сталине и там при рузвельте и так далее при горбачеве дожили вон до путина потому что семнадцатый год это конечно же было во многом как раз реставрация предыдущего времени вот я же говорил про бронзовый век откуда вылезли все вот эти ребята в тачанках откуда откуда они пролезли да и заканчивая погружением владимир чарлинина новую пирамиду потому что это же все было связано с тем что вот тут он хамона открыли это было событие фактически двадцать третьем году это событие было сопоставимо с выходом гагарина в космос открытие гробницы фараона тут он хамона и в январе его открыли а в феврале большевики начали строить мавзолей естественно они сделали это специально абсолютно потому что они хотели доказать что мы вот вот оттуда мы мы с тех времен но не случилось для наших зрителей хотя бы в двух словах сказали что такое мавзолей с точки зрения этой мистической оккультной что-то не просто там конечно это как как курганский это как пирамида египетская это это могилы из не этой эпохи вообще она приехала не из этой эпохи почему я сравниваю все время с бронзовым веком потому что есть некая симметрия тех вещей которые сейчас будут происходить до антропоцентричного времени человек был человеком сборкой он был сборкой статемами своими со звездами животными если мы посмотрим богов того времени это будут вот такие писи головцы там люди крокодилы люди 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 звери и так далее потом это все исчезает все ангелы получают человеческие лица да а вот все вот эти ребята они все отправляются демонические какие-то в демонические там шахты вот гетические короли там царя соломона вот 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 эти все все предыдущие боги этой эпохи сейчас все это будет возвращаться и развилка будет сейчас только одна вот с кем человек человек как человек уже существовать видимо не будет но потому что время вышло мы мы уже все выжили из человека а будет сборка с кем сборка вот запад предлагает западный постмодерн который уже идет полным ходом он предлагает сборку с киборгами с роботами с суперкомпьютерами это уже происходит и кстати вот тот дикий карантин который в москве это наложение двух моделей то есть карантин это полицейское государство такой платоновская жесткая закрытое государство закрытое общество платона который предлагает собянин только наверху не этой пирамиды нет ни философ не владимир ильич ленин да стоит там на здании советов на волконке стоит мэр собянин и на всех нехорошо смотрит да это одна модель а вторая модель это qr-коды которые вообще не из этой оперы это не работает эти две модели вместе они не складываются то есть либо наш народ понимает либо террор что ты пошел прогуляться по трамвайным рельсам тебя поймали и убили вот этот народ понимать 3000 лет так было последний на либо либо но вот qr-коды там как-то это понимает узкая группа лиц здесь москве и готовы это воспринимать а вот и то и другое понимает так что то ли есть вирус то ли нет то ли qr-код работы то ли нет то ли мы им пользуемся то ли нет мы переходим в такое можно сказать квантовое состояние когда там частицы света они могут быть фотонами а могут быть волной на очень русская русская тема вот поэтому мы это говорим новые скифы и наше движение говорит о чем о том что мы должны сформировать свой ответ на вызовы нового времени если человек как человек не работает если человек не царь природы выяснилось неожиданно если приходит вирус и его так челбаном всю эту цивилизацию рушит как домино то тогда мы должны вернуться к теме человек сборка но сборка может быть не скиборгами не стану на ботами а с нашими предками с тотемами со звездами с нашими покровителями да с нашими священными с нашей сакральной географии с нашей страной и это другой вид мышления у нас много общего с проектом постмодерн западным у скифов но мы на все пытаемся дать русский ответ и очень много разного потому что мы совершенно не приемлем превращение человека в машину что хочет запад и здесь я хочу тебе вот что предложить вот эта тема очень большая который мы начали озвучивать я бы сделал там одну передачу следующие или несколько но мы людям обещали поговорить об экономике я предлагаю на это русло период будем считать на затянувшимся вступительным словом да то есть вы теперь уже примерно представляете такие новые скифы чем они занимаются как бы это такое продолжение нас в истории из прошлого как бы через настоящее будущее но описывает а будущее кроме культурологических и всяких там социальных моделей нужно еще понять какая там будет экономическая модель то есть схема товар деньги товар знаешь когда вот мне я примерно начал понимать кто такой маркс и вообще о чем там идет речь когда про эту схему помнишь товар деньги товар там же помнишь на теле ком звучит товар превращается в деньги деньги превращаются в товар понимаешь да 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 абсолютно абсолютно но превращение почему-то никто никогда не обращает внимание знаешь то есть товар деньги товар но там есть слово превращение оно ключевое то есть это своего рода была такая, знаешь, какая-то магия же, ну согласись, да, то есть товар превращается в деньги, деньги превращаются в товар. А что предлагает на сегодняшний день новый скид? Какая будет экономическая, что будет ценность? То есть тогда это понятно, что было, да, там капитализм, материальный мир и все прочее. Какие-то материальные объекты были, а что сейчас будет? Мы же уже пришли к этому кризису перепроизводства и прочим вещам. Марксизм очень такая принципиальная вещь, и не случайно, что первая скидовская революция произошла в России под марксистскими ложами в 1917 году. Я считаю, что это была скидовская революция, но она была не вылилась в мировую, да, поэтому она не победила, конечно же. Но не случайно, конечно же, что скидовские пришли под знаменами Маркса, его политэкономики. Потому что главное, ну помимо товара, деньги, товара, там много что у Маркса, это там великий человек был, гениальный, я считаю. Главное это в его модели, это прибавочная стоимость и тема отчуждения от этой прибавочной стоимости. То есть, ну там, говорят, трудно. Ну там нет, отчуждение от родовой сущности в корне лежит, понимаешь, там не про прибавочность, там вначале идет отчуждение от родовой сущности. Он эту тему широко понимает, а еще больше, еще лучше понимают, еще шире его толкователи, вот эту тему отчуждения, там до сартра и так далее, и до леза, вот эту тему все разбирают. Мы тоже о ней поговорим, прибавочная стоимость, условно человек машет кайлом в шахте, да, и получает 3 рубля за этот уголь, да, а вот прибыль за нее получают там хозяева, проценщики, государство за счет налогов, там акцизы, перевозчики. Так получается, что эту прибавочную стоимость они 97% там и забирают в итоге, да, и живут на этом, на этом, на всем. Происходит отчуждение человека от своего труда. В России это... Ну да, русская, русская поговорка такая. Да, да, да. Учение Маркса было совершенно верным, поэтому оно восторжествовало на значительной части планеты Земля, и до сих пор есть социалистические страны, или там крипто-социалистические, неважно, это учение до сих пор существует. Но интересен в сей день, да, до чего дошло это отчуждение? Так вот, это отчуждение, эта прибавочная стоимость, она дошла практически до нуля, там, до базона Хиггса, то есть люди получают, там они работают, стараются, но получают они практически ноль, а кто-то получает вообще все, да, и речь идет о том, чтобы, то есть сам труд, как явление, в 21 веке он не нужен, потому что работают роботы, все к этому идет, и работают технологические разные устройства, нано, там, структуры, искусственный интеллект будет работать, а человек, ну, либо ему предлагают вот базовую какую-то, давать награду за то, что он человек или там какой-то персонаж, да, вот некоторые страны предлагают, просто безусловный базовый доход, так называемый, либо не платить вообще ничего, это в России предлагают, вот во время коронавируса, не платить вообще ничего, журите как ходить, убейтесь, можете там огурцы выращивать на балконе, а можете там в деревне, мы не дадим вам ровным счетом ничего, а западные люди, капиталисты, буржуи, они для этого, ну, оденут салфетки сюда и скажут, а мы дадим вам базовый доход, там, 3 рубля, а работать будут роботы, а люди будут изображать роботов, чтобы заработать 3 рубля, вот с чем я столкнулся, звоняя в разные колл-центры во время этого карантина, тем, что там разговариваешь с ботом, думаешь, что это бот, и неожиданно выясняешь, что это человек, там, Евгений Петрович, там, там, он потом сдается, он говорит сначала, я, я там бот, я робот, я, там, твой друг, а потом, ну, после каких-то настойчивых требований, позовите там оператора, вы них, да я здесь, я Евгений Петрович, но изображаю бота, ну, как-то деньги надо зарабатывать, то есть люди, чтобы заработать, потому что в этой системе, в новой, которой предлагает уже финансовый капитализм, люди, они исключаются, они исключаются из экономического оборота, из товара, деньги, товар, то есть товар, деньги и товар, они становятся виртуальными, деньги переходят там в блокчейн, товар переходит в рыночные какие-то акции, и деривативы, которые акции на акции хуже, там, делают копейку на копейку, зарабатывают, их вроде бы нет, и они вроде бы есть, то есть это тоже сборка, то ли есть, то ли нет, и получают кто-то, непонятно кто. Здесь тоже происходит конфликт между старой экономикой, империалистической сырьевой экономикой последних тысячелетий, потому что вся тысячелетняя экономика последняя была построена на колониальной доставке товаров, то есть сначала это был шелк, там лазурит афганский, везли за бешеные деньги, вокруг этого все вертело, все остальное было приложением всегда, потом уголь, сейчас нефть, и вот это старые такие, старые мастодонты, вроде там этих друзей Трампа, друзей Игоря Сечина, вот они сидят такие вот погруженные, вот ее сосуд, кровь земли такие там, такие, такие, как в фильме «Окраина» там такой был, Степанов играл такого прекрасного мастодонта, и к нему пришли революционные эти казаки чапаевские, пытались у него нефть там отжать или землю, вот, и вот новый, новый капитализм, который совершенно тоже выбивается из всех рамок, потому что это уже другая эпоха, он сигнализирует другую эпоху, там все цифровое, там все в интернете, и там браузер интернет-компании может стоить дороже, там, государства Российской Федерации в несколько раз, потому что, ну, так они оценили, потому что они объявили эти ценности. Вот сейчас есть такое, ну, приложение Zoom называется, для онлайн-общения, это приложение Zoom сегодня по капитализации обогнало 7 ведущих авиакомпаний мира, понимаешь? Просто обогнало. Да, нет, ну ты посмотри, сколько Apple, Amazon и Microsoft, и сравни ценность там, Газпрома там уже, Роснефти, это уже карлики по сравнению с этими цифровыми великанами. И здесь как раз тоже конфликт, он будет вылезать чем дальше, тем больше, потому что там играют вот эти, такие друзья Сечина, а кто друг Сечин? Явно Собянин там, или кто друг там вот этих нефтяников американцев? Ну, вот такие люди старой формации, да, которые еще родом, может быть, из Римской империи такие, вот они сидят там и что-то жрут шелк, привезенный из Китая, такие шелкожрущие какие-то существа страшные, которые мир жрут, как с картин там этих просветителей 18 века, да, вот, которые сидят там и жрут там земной шаг. А с другой стороны, совершенно новый мир, где человек действительно связан с уже, человек-сборка, потому что уже операции на бирже тоже делают боты, кто там получает деньги непонятно, и как они капитализируются непонятно, но в конце 20 века... Что такое деньги? Что такое биткоины? Понимаешь, как накапливать, например, электронные деньги? Как там будет богатство? Это уже чистый произвол, блин, таризм нового века, потому что начали японцы, они как делали в конце 20 века, еще в 70-х годах, они скупали патенты по всей земле, и начали с того, что у них был собственный бухгалтерский учет, они сами стали это все оценивать. Если бы, конечно, и они стали оценивать эти патенты, эти неокры, ну, в 10 раз дороже, чем они стоят. И американцы поняли, что это может быть выгодно для дополнительной капитализации. На бирже стали соглашаться с японскими оценками и сами стали делать то же самое. В итоге возникла на глазах новая экономика, когда там собственность, условно, гугла, там фундаментальная, да, столы, кофе, кофейные аппараты, там бабы секретарши, ну, вот, что раньше было собственностью, да, она, допустим, условно стоит 100 миллионов долларов. А сам гугл стоит уже триллион долларов, потому что это уже акции, которые вообще непонятно где бродят, в каком-то интернете в облаке лежат. То есть произошла, произошла на наших глазах революция, связанная с переоценками ценностей. А вот наша нынешняя элита, она, как бы сказать, она масштаб произошедшего вообще оценивает. Вот судя по ее действиям, мне кажется, не совсем они оценивают масштаб произошедшего. Я с нашими вот общался, знаешь, этими спецслужбистами, я говорю, ну вот хорошо, вот на нас сейчас как бы коронавирусная атака, биологическая это оружие, не биологическая дискуссии тут разные. Ну, предположим, просто такой вот мысленный эксперимент, что это вот применение боевого биологического какого-то вещества, да, в мире глобально. Но вы даже не можете понять, кто применил. Но даже если вы определите, кто применил, как ваши ракеты-калибр или там булава, или там, не знаю, авангард, помогут справиться с этой вот напастью. А это только первая волна, да, и так будет идти дальше. То есть мне вот, я к чему это клоню? Что есть ли у нашей правящей элиты адекватный взгляд на происходящий в мире процесс? То есть оценка того, что, например, информация стала объективно дороже, например, нефти. Ну, как энергия, ну, на самом деле, так получается. А что такое информация, да, там же философские такие вещи, но по факту же это так. Вот то, что ты сейчас пример с гуглом привел. Там же, по сути, что поддается информация, эти бигдаты, да, так называемые. Это очень правильные вещи ты говоришь, потому что решают уже там боты на бирже уже, возможно, и не люди там решают. То есть раньше, если у государства была, условно говоря, ядерная бомба, и он был в этом элитном клубе, таких государств было очень мало. То есть государство, ну, оно было суверенным, большим, богатым считалось. Сейчас бот решил, что там нефть будет стоить там не 100 долларов, а он решил вчера, что было 100, и ты выиграл, ты руки потираешь. А завтра она стоит 3 доллара, и ты что-то с своей ядерной бомбой делать будешь. Ты будешь ее есть, что ли? Ты будешь ее пить? Ты можешь в лес пойти с ней, сидеть там в обнимку? Ты уже, правила игры другие, правила игры ты начал играть, они играли в шахматы, а тут им играют уже в компьютер, в шахматы с компьютером уже они начали играть. Это такие правила игры в оба мира, понимаешь, эти экономические. Но здесь появляется надежда для нас. Вот смотри, вот я прошу заметить этот момент. Если в какой-то момент волюнтаристским образом некие умники, договорившись с некими существами или полусуществами, с машинами, взяли и волюнтаристски перевернули все правила, то приходят скифы и говорят, а что, так можно было? А давайте тоже перевернем правила, давайте-ка мы еще вам игрушку подсунем. Раз это фигня, не работают с этими фишками, шахматами старыми, черные это не, белые это газ, вот они там ходят, не работают. Раз нам предлагают компьютерные шахматы в 30 измерениях, которые мы не видим, мы говорим, хорошо, но давайте поиграем в нашу зодиакальную карту, которая там у нас завалялась на мегалитах, да, в этих, по Евразии-то. Вот мы, у нас своя зодиакальная карта, у нас свои звезды, у нас свои тут созвездия, свои тотемы, свои камни. Вы можете считать, что это не соответствует вообще ничему, что наши камни ничего не стоят. А мы считаем, что стоят. Если мы, условно говоря, проведем триллион эфиров, и все наши друзья проведут триллион эфиров, то мы эту точку зрения всем навяжем. А если мы навяжем, а что говорил уже Владимир Ленин, основываясь на Марксе и Гегеле, если идея овладевает массами, если идея скифских ценностей покажется людям более перспективным и создаст новый экономический рынок, да, и людям будет выгодно в ней участвовать, и они смогут детей прокормить, то возникнет совершенно новая цивилизация, новая культура. Как вот коммунисты, они же создали новый рынок. Рынок социальных ценностей, потому что они придумали эти... скорую помощь, которой не было, потом на Западе ее брали. Они придумали санаторий для трудящихся, они придумали бесплатную... бесплатные квартиры. Благодаря этому рос рынок, собственно говоря, советский. Он был другим, но они придумали эти ценности, и благодаря этому работала экономика на других принципах. Мы предлагаем наши принципы. Вот об этом я и хочу и поговорить. Наконец-то мы подходим к делу. Да. Но ты, может быть, сделаешь какие-то замечания по поводу того, что я сказал? Нет. Я не хочу, чтобы это монолог превратилось. Я полностью согласен. Мне сейчас интересно, как ты эту мысль развернешь. Михаил Моисеевич, некий Зосеев, интересуется. Прокомментируйте, пожалуйста, тезис «Люди. Наша новая нефть». И как эта модель повлияет на будущее экономические отношения. А это... Михаил Моисеевич, вот как бы странно это кажется, этот термин. Но я с ним, например, полностью согласен в том, что если перефрагировать, люди — это новая ценность. Понимаешь? То есть раньше ценностью была нефть, а теперь ценностью являются люди. Только наше руководство имеет в виду, что эти кредиты нужно отжимать, на них зарабатывать. А мы считаем, что люди — это как бы вот то, что построит эту сетку, этот новый мир. Понимаешь? И люди здесь... Вот. Есть же два варианта развития событий. Либо это технофашизм, о котором все говорят, когда люди — это приложение к машине. Понимаешь? Когда люди начнут пародировать этих роботов, как сейчас Павел говорил. Либо другая развивка этой истории — технокоммунизм. Я не знаю, как его еще можно там термин правильный подобрать. Когда машина будет, так скажем, она снимет с человека груз вот этой тяжелой работы, появится тот самый освобожденный труд, про который Марк говорил. То есть впервые истории, там, не знаю, за тысячелетия нашей человеческой истории, даже письменной хотя бы, у нас появилась возможность сделать так, чтобы люди вообще не работают. То есть в материальной ценности будут создавать машины и в сельском хозяйстве, и в производстве, и даже в сфере обслуживания. Тогда человек высвобождается. И есть возможность создавать этого нового человека. То есть можно снять с него премия добычи пропитания. Ну, как бы с этим человеком надо вот сделать из него другую ценность. Вот то, что, наверное, пытается сейчас Павел донести. И это две развивки. Соответственно, при первом варианте технофашизм не нужно мало. Ну, при первом варианте, там, миллионов, пятьдесят, может, миллиард, да, золотой миллиард. А в нашем случае, наоборот, должно быть немного. Потому что коллективный разум, коллективное сознание будет, как бы, более эффективно вытерять горизонты познания Вселенной, там, всего остального. То есть вот оно, развитие. Да. Теперь про наш план. Про наш скифский экономический план. Мы тоже уже начали это лет десять назад или восемь. Первая была конференция. Она называлась «Экономика красоты». Мы ее даже в «Арарар-парк Хаяти», по-моему, проводили. И никто ничего не понял, что мы сказали. Это невероятно. Но говорили-то мы простые вещи о том, как, что самое ценное в человеке, это не, там, не кайло, и, да, ну, может быть, клинок очень ценен, но ценное в человеке то, что он производит, помимо, вот, своего машинного технического труда, куда его загнали, вот, гении предыдущей эпохи, вот эти жруны, это жругры вот эти, которые все жрали, всех в каменолом не отправляли, там, с века онного, да, вот. Ценно в человеке – это то, что он делает в момент освобожденного труда, то, что вот ты прекрасно отметил. Это культурные ценности. Это вот то, что создает человек, вот, как… Это явление именно человеческое. Это роботам не нужно, ботам не нужно, ему же никому не нужно. И, кстати, вот эксплуататорам тоже было не особенно нужно, да, у них были там эмоциональные какие-то потребности, им нужно было частично, роботам это не нужно вообще, а вот человек без этого жить не может, без эмоций, без каких-то вот своих творческих порывов. Даже самый, ну, человек такой трудный для культуры, тем не менее у него есть какая-то душа, душина, к чему-то он тянется, он там на звезду посмотрел, он улыбнулся, он маму вспомнил, да, это эмоции, которые… Вот старые экономики, они были нужны частично, эти ценности. Явно предыдущих эпох, оставшихся там с бронзового века или там с эпохи карманьонцев, да, потому что это вот, вообще, чем человек занимался тогда, как доказали исследователи-примитивисты в Америке, там у человека было очень мало времени труд такой технический отнимал, вот, ну, потому что были все, все было разделено за год, там они, вот, коренья тогда собирали, там, ягоды тогда, маму-то загоняли, а в основное время он занимался, там, семьей, игрой, общением со звездами, со стихиями, обрядами, там, определенными, там, состязаниями. И это было вот то, что в человеческой есть, вот, то, чему он хочет заниматься. И вот такой, условно говоря, воплощением этих всех стремлений, это, конечно же, культурная ценность. Если посмотреть на нашу страну, что хотят люди вообще делать и к чему они тянутся, и готовы работать, там, за 3 тысячи, за 10 тысяч, то есть вот, вот этот, то, что остается от прибавочной стоимости, то же вы оставили этот ноль, да, ну, там, ладно, там, зарплата, там, в Москве 50 тысяч, да, там, а в регионе, там, 3 тысячи зарплаты, 6 тысяч, там, 10 тысяч, еще Путин добрые тысячи рублей пришлет, там, на коронавирус, да. Но люди работают в библиотеках, люди работают в театрах, до сих пор в России, люди работают в художественных мастерских, их, люди расписывают граффити под мостами, кто их туда, их пинками туда загоняет, что ли, или там в библиотеке сидеть, там, Островского читать до сих пор и там, и думать, какие же люди были там великие, да. Это внутренняя огромная тяга человека к культурным ценностям. Это в свое время, не мы придумали и зафиксировали эту тему, первый ее, конечно, развил Лоренцо Медичи во Флоренции, и тем самым он, наверное, вывел экономику Средневековья из кризиса, потому что он сказал, что раньше вот в монастырях не платили ничего и никому, ни одного художника, там, курку хлеба ему давали, да. А я буду платить вот этим уважаемым людям хорошие деньги, я им там дачи дам, там, всем гением возрождения, я им академию создам здесь во Флоренции, я же дам им условия. И благодаря этому он, ну, во-первых, Флоренция сейчас один из самых дорогих городов, платит ценностей, которые в них лежат, да. Он просто сделал так, что вот как сделали японцы с неокрами, да. Он десятикратно, стократно эти ценности увеличил, ценности культуры, которые считались, ну, ничем чем-то этого, был обслуживающий персонал католической церкви. А он с нуля отменил эту прибавочную стоимость, которую вот попы забирали католические, да, и довел эти ценности, да, каких-то астрономических высот, и с тех пор идеи гуманизма, они до сих пор человечество будораживают. Нечто подобное зарождалось в России перед революцией, этим занимались старообрядческие купцы, которые скупали просто картины по всему свету, и сейчас это у нас самой богатой коллекции такого рода. Нечто подобное, как цивилизационный проект, предлагал небезызвестный тебе Николай Рейрих. Он считал, что вот эти ценности красоты, они станут, ценности культуры, они станут основой будущей цивилизации. И так, дело в том, что 30-е годы, и вообще 20-30-е годы, это было время, когда казалось, что вот человечество органично перейдет в новый век, в новую эпоху. Кстати, Рузвельтовская идея, новый век она называлась. Это все очень шло в симфонии и с русской революцией. Русская революция, Рузвельт — это новый век, что мы переходим в новую эпоху. Ну и СССР объявило, что новейшее время, это называлось, что век другой, что со старым железным веком массивым временем покончено. На каких ценностях будет развиваться новый век? Вот Рейрих предлагал, что на ценностях культуры. Он думал, у него был геополитический план создания сверхгосударства евразийского, с центром в городе Звенигороде, который он хотел построить на Алтае. Там должны были быть академии, художественные какие-то школы. Ценности там экономические, в том числе, должны были базироваться вокруг ценностей культуры. Эти идеи, они будоражили, как мы помним, и лидеров советской разведки, которые с Рейрихом активно общались. Окружение президента Рузвельта и самого Рузвельта. Там у него был его соратник, вице-президент Уоллес, который просто бредил этой темой. И он чуть не стал президентом США. И тоже была развилка. Мир бы пошел в другую сторону. Пришел Труман, бросил атомную бомбу, оплатил в Рент Корпорейшн, там всем, собрал всех математиков, которые стали строить новый мир. Нэш, МакАртур, и они вот и создали кибернетику, и теорию игры, биржевой игры, и создали мир вот такой, какой мы знаем. А могло ведь пойти... Могло пойти по-другому тогда еще. В 20-х годах. Я думаю... В СССР, в 30-х годах США. Была такая развилка у человечества? Не, была, но тогда, как говорится, еще была рана. Понимаешь, почему? Может быть, рана. Собожденный труд, он, возможно, в наше время только, понимаешь? Сейчас, когда мы вот опять на этой развилке, может быть, последний шанс сейчас человечеству дадут. Либо мы сливаем... Другого выхода нет, потому что все эти нефтяные, петролиумные короли, ну, посмотри, сколько им лет. Они уже... Просто сколько им лет, можно посмотреть. Это друзья Трампа, друзьям Трампа, Владимира Владимировича. Они доживают последние времена, на их место придут люди, там, друзья уже Белогейса, чипированные. А дальше будет, как предсказал великий Курсвейл, основатель Гугл, который никогда не ошибается в прогнозах. Он уже пишет, в 30-е годы у него там написано, что это юридические отношения с экс-киборгами, юридические отношения с ними, там, раздел имущества, раздел умных городов, умных материалов, там, умных тканей. И они к этому придут. Но человечества там не будет. А вот и эмоций его не будет точно совершенно. Если капиталисты и даже такие протокапиталисты, вообще такие деятели, акторы экономики предыдущего осевого времени, которые специализировались на колониальных товарах, вообще это можно время просто назвать колониализмом. То ли сахар они там вывозили, то ли там лазурит. Постоянно что-то вывозили и сверхдоходы делили. Для них вот они оставляли на эмоции потребительские вот эту маленькую дельту, оставляли деятелям культуры, оставляли. Все, кроме Лоренцо Медичи, который эту дельту раздвинул и прибавочную стоимость отдал тем, кто создает этот великий труд, творческий труд, то роботы технологические, вот эти ребята, им вообще по фигу до всех наших эмоций, до всех наших творческих порывов, до всего творческого опыта человечества, до картин Микеланджело, до мегалитов Урала, им глубоко, не то что по барабану, они это не учитывают. Это вот у них картина 0.1, ну вот как вообще в цифровом мире, ну где там Микеланджело? Миг не я с тобой абсолютно согласен, вот эта развилка на самом деле она очень такая принципиальная и человек чтобы сохраниться он должен вернуться к сборке вот к сборке может быть с этими эмоциями своими и с эмоциями предыдущих предыдущего человечества с его богатствами с этой точки зрения ценности у нас бесконечны если мы объявляем что вот эти ценности они и являются главным что у человека есть вот сейчас последние времена сейчас выясняется что главное что осталось вот это главное вот это главное в человеке что он посмотрел на звезду и заплакал что он там маленького принца прочитал и его там задрожал мурашками да Антуана Дезаинта Экзюпери и никакой гиборг не будет тебе там дрожать и там и раду и хохотать там вот Жванецкого я немножко по-другому можно тоже сформулировать если ты не против даже у нас два полушария левая рациональная и правая и рациональная они как бы вот такие по антикоду действуют в разных форматах вот с точки зрения рацио мы уже проиграли машина в тот момент когда Каспаров проиграл шахмат этому компьютеру первый раз это случилось 20-30 уже назад он проиграл то есть с того момента стало понятно что компьютер стал умнее все остальное было делано на живот сейчас квантовые компьютеры появляются огромный объем информации искусственный интеллект понимаешь с точки зрения этого рацио мы их уже не победим единственное поле где остается человеку как бы пространство для маневра это плоскость этого иррационального как ты правильно говоришь эмоционального иррационального и весь этот творческий труд но дело в том что понимаешь вот эта западная цивилизация она построена на этом рацио понимаешь в чем дело она построена на этом рацио нам надо нарастить второе полушарие правильно я об этом всегда и говорю даже вот с точки зрения мифов Если будем читать мифы древнего мира, там Атлантида существовала, не существовала, но даже в этих мифах говорится, что было два полюса. Была это Гиперборея и была Атлантида, которые постоянно ходились между собой в конфликтах веков. Что в этом атлантическая цивилизация на ставку сделала на технологии, а в этой Гипербореи ставка была сделана на члене. На духовные ценности. Да, они два поля существовали. И в этом диалектическом противоречии мир как бы существовал и развивал. И вот этот рацио, мир, технологий, он создан уже везде. А вот этого второго мира, когда говоришь, это недоразвитое второе полушарие. И смотри, какое наше ноу-хау у новых скифов. Людям платят не за то, что они есть. Абсолютный базовый доход, который собираются давать на Западе. И работают тоже на тяжелых работах, да. Мы согласны здесь с нашими западными братьями, да, в кавычках. Пусть роботы и работают, это их дело. Они роботы. А людям платят за творчество. И еду дают за творчество. Ну, они покупают. За то, что они рисуют, за то, что они творят, за то, что они играют в театре. Чтобы зрители понимали, что мы говорим. Ставка делается на вот этот вот твор. А в советское время так и было. Когда авторские права и очень хорошо жили. Антонов, композитор, певец и музыкант. Конечно. Советский Союз, это было пред... Ну, вот я бы сказал, что в лучших его проявлениях это было, ну, вот пред... Такое... Представление вот этого другого пути такого, которое и было зафиксировано и в романах Ефремова, Стругацких и так далее. И в тех... В том лучшем, что было в Советском Союзе, что мы любим. Там космическая программа, там Гагарин. Вот этот энтузиазм, эта жизнь. И, естественно, было очень много от старого нежитого. Вот от этого ГУЛАГ, все. Ну, это явно все предыдущая эпоха. А сего времени, когда всех надо было закатать в закрытое пространство, в карантин. Карантин — это отрыжка ГУЛАГа, конечно же. Это абсолютно, я в этом уверен. И отрыжка города Платона. Ну, да бог с ним. Или как вот этот еще царь Соломон вот этих в бронзовую засунул всех духов в предыдущую бронзовую веку. Это же вечная война была между той же скифской цивилизацией, где не было рабовладения, и вот этими городами античными, где это рабовладение было. Понимаешь? Да-да-да. Можно сказать, что все осевое время, вот эти три тысячи лет, это была эпоха рабства. И Маркс это зафиксировал, что никакой разницы между вот рабством вот этой прибавочной стоимости и рабством на галерах нет. Это одно и то же рабство. И вот эти вещи тонкие никто не понимает. Вот тут Ирина нам поправляет нас, а одно творчество нельзя делать с основной ценностью человека. А как же другие... Можно, Ирина. Можно и нужно. Нет, у нас другие духовные качества человека. Мы тут, Ирина, понимаем творческое в широком смысле этого слова. В широком смысле этого слова. Научные открытия, исследования, экологическая деятельность. Ну мы напишем, мы напишем, что будет туда входить. За что будут люди получать деньги? Игра в драм-кружки, авиамоделирование, там, и работа с детьми. Живая работа, оффлайн. Там просто работа, игры с детьми. Воспитание человека, по сути, да. Воспитание человека. За все это будут люди получать деньги вот в этой скифской золотой валюте. Они будут получать золото скиф, настоящее золото. Может быть даже на карте. Просто мы же в цивилизации живем, мы же все-таки потомки скифов. И там вот эти три сословия основные. Тоже самое в бастинской традиции. Вот эти вот жрецы были у нас, они назывались Аллагата. Эти вот кшатрии, воины Ахшартагата у нас были. И Бората, эти вот земледельцы. То есть люди, которые создают материальные блага. И вот это прошлую эпоху, мы все жили в мире, победивших этих вот вайшах. Понимаете, победивших этих торгашей и Бората, людей, создающих материальные ценности. Они победили. И по сути, это же в древних даже эпосах же описано, да. Совпадение цивилизации начинается с тех пор, когда вайши начинают брать власть. А то, что говорит, например, сейчас Павел, это когда обратно эту систему возвращают. Когда люди, создающие творческий продукт, фактически жрецы, да, становятся во главе этой пирамиды. У нас, да не будет пирамиды, никакой не будет. Все будут за творчество получать. У скифов не было, будет курган. Братский курган, да. На нем будет гореть огонь, огонь нашего великого творчества, который озарит всю вселенную. Ученые будут получать за то, что они там думают. Философы будут получать. Просто будут получать. А у нас народ это очень любит, ценит и только этим старается и заниматься на самом деле. Столько театров, сколько в России вообще нет. Сколько у нас изобретений пишут, потом их корейцы скупают за копейки. Южно-корейцы. И там и продают по всему миру. Но, следующий аспект. И аспект принципиальный. Вот это мы заявили и разошлись с тобой. Чай пить. Нет. Это надо организовать. Эту идею надо довести. И кто-то должен это реализовать. Мы с тобой вдвоем, какие бы умные мы там люди не были. Скифские, да? Древние и Новоскифские. Но мы с тобой тоже вдвоем это сделать не сможем. И тут мы опять возвращаемся к опыту марксизма, который говорил, что должен быть класс. Должен быть пролетариат, который восстает против вот этой идеи отчуждения. И это отчуждение преодолевает. Пролетариат это класс, преодолевающий мировое отчуждение. Кто может быть сейчас таким пролетариатом? Во время революции 17-го года СССР говорили, вот крестьяне это будет наш класс, который пробьет дыру. Ну так и вышло, потому что там одни крестьяне и воевали в Красной Армии. А большевики говорили, что нет, это рабочие. Хоть их мало, но они там в тельняшках. Одели тельняшки, взяли ключи гаечные, пулеметов настрогали в Туле и поехали долбать белых. Но класс такой, класс рабочих и крестьян они все это назвали. Но кто сейчас этот класс, когда не крестьян уже нет, их там большевики потом убили в 30-х годах. Ни рабочих нет, потому что их там убили. Убил Анатолий Борисович Чубайс и потом Владимир Владимирович Путин добил вот эту тему. И уже современные все заводы, там тоже роботы, даже которые делают на оборонных предприятиях, делают прекрасные у нас все эти панцири. Это тоже уже роботы делают. И ни рабочих нет, ни крестьян нет. Ну вернее есть, но они не являются классом, который все сдвинет, через которого пройдет эта Божья искра, которая изменит всю ситуацию. Мой приятель и большой, ну старший товарищ, я его так назову, петербургский философ Секацкий, он придумал такой яркий термин, который мне очень понравился. Это арт-пролетариат, то есть вот активные, активные творческие люди со всего мира. То есть как вот пролетарии всех стран соединяйтесь, мы говорим арт-пролетарии всех стран соединяйтесь. Это художники, там есть такой термин, научные цыгане, это неуживчивые там профессора разных вузов, которые там ездят на Западе по разным вузам, ругаются со всеми, требуют какой-то справедливости. В России это невозможно, потому что у нас наука, она несколько другая, она прибита к государству, как православная церковь, там не поездишь по ней особенно, если тебя там поперли, то далеко ты не уйдешь. Но тем не менее у нас есть такие живые, активные люди, особенно, кстати, в технических науках почему-то. Лирики у нас предпочитают быть блогерами в том числе, как и мы. Это блогеры, это активные какие-то художники, которые спонтанные выставки устраивают. В свое время целый у нас творческий процесс был, который привел к революции 91-го года. Это рок-музыканты, я помню, было такое поветрие, что в каждом доме был свой барабанщик, который там барабанил. Но эти люди, собственно говоря, и Советский Союз-то и развалили, не кто-то там, потому что они свою энергию дали, живую энергию. И под этот барабанный бой это все и рухнуло. Вот нам нужны такого рода энтузиасты, такого рода люди, вот этот арт-пролетариат. Вплоть до того, что, вот мне понравился очень термин хороший в твоей предыдущей программе, сетевые советы. Вот такие арт-советы, которые в какой-то момент могут взять и власть на каких-то территориях. И эти ценности постепенно реализовывать. То есть людям творческим начать выплачивать конкретные ресурсы, конкретные деньги, переводить все на эти рельсы. Рельсы и объявлять, что творчество людей и вообще творчество наших всех поколений, там какие-то наши церкви, мегалиты, храмы, геоглифы, это стоит в триллион раз дороже, чем все браузеры любых фирм, все эти акции, все эти нефтяные бензоколонки, бесконечно надоевшие. Это все хозяйственная часть наша, это все пусть работает на каких-то там основаниях. Но вот ресурсы надо вкачивать именно в творчество, в науку. И когда это все наладится, люди успокоятся, потому что людям гораздо приятнее творить, работать, писать, обустраивать свои дома красиво, делать это красиво. Тогда и воровать люди не будут, потому что зачем? Они же воруют, чтобы они боятся, что у них окончательно уберут их последнюю вот эту дельту, и они пытаются ее спрятать. А зачем это надо будет, когда тебе просто скажут, а ты же мог украсить свой город, ты мог построить прекрасные сады, а зачем же ты все это украл и пытаешься сделать это у себя на даче? Давай сделаем это вместе просто всем, и порадуй других. И тебе за эту радость за общую тоже дадут бонусы в этом обществе. Дадут, обязательно. Там китайцы дают, чтобы ты там неправильно улицу перешел, у тебя отбирают потом возможность в самолете летать. А мы за то, что человек украсил город, ну вот как Галецкий, например, директор клуба, Краснодар, неважно он богатый или бедный, он украсил, он сделал это. Ему дали супер бонусы для его команды, там и для других его каких-то проектов. Они отобрали магнит как-то. В нашей всей истории, да? Нам нужна другая шкала ценностей. То есть это шкала ценностей. Другая шкала ценностей, ориентированная на культурные, творческие потребности человека. Да. Вот. Вот наш план. Вот я тебе рассказал, как на духу, а теперь там режьте меня. Да. Целуйте меня. Ну вот, вот такие, такие новые, такую новую скифу в план новой экономики. Алан? Новая экономика. Мы ее потом обсудим подробнее. Вот осталось буквально пару минут до конца эфира. Мне бы хотелось бы сказать, вот арт-пролетариат всех стран объединяйтесь, да? И на самом деле это другие ценности должны быть, потому что бумажные деньги и золото, оно все уходит в прошлое, как ни крути, да? Сейчас и биткоины, и электроны, все это, ну, в цифре там. То есть, ну, на самом деле люди до конца не осмысляют, что такое накопление в цифровых деньгах. Я вообще-то не понимаю, да? Там электронные кошельки какие-то, биткоины у тебя там будут лежать, а как ты это будешь по наследству передавать? Пусть они лежат, но для чего они? Для чего? Вот вопрос. Старая привычка накопления, понимаешь? Когда вот они биллиарды набирают наличные, потом в подвалах хранят, и до конца не понимают, для чего. Это просто такой тип мышления. И вместо этих бумажных денег пусть лучше собирают произведение искусств, картины там, да, еще что-нибудь художественные галереи делают, все прочее. И на самом деле, вот эти вот вещи, они должны стать ценностью другого мира. То есть нам нужно понять, либо мы идем в технофашизм, мы становимся приложением к роботам и сокращаем население до 500 миллионов, как уже говорят, да? Либо мы выбираем другую парадигму, а там другие ценности и другие алгоритмы жизни будут совершенно в этом новом, другом мире. Я лично за этот вариант. Но чтобы этот вариант продлогнуть, конечно, нужно... Идея, владевшая массами. Эта идея должна владеть массами. Чего бы мне с тобой... Мне бы как бы хотелось пожелать, чтобы вот так и случилось. На этом, наверное, попрощаемся. Да, мы закончим. Мы верим в экономику красоты и верим, что арт-пролетариат вернет народу его истинные ценности. До следующих встреч, друзья, на нашей «Скиевской правде». Все, спасибо большое. Продолжение следует... Спасибо.